Нас бьют, вылетаем, смеемся и плачем, внизу оставляем свои неудачи. Тюря, тюря! Что-то там похоже на тюря, но не двигается. Пойду я схожу, посмотрю, вдруг это он. Ну, а я вам еще не рассказал, просто обещал, но не рассказал, почему поддельная пища вредна. А рассказать бы надо, потому что у нас в последнее время есть такая тенденция, что в пост люди начинают покупать искусственное мясо. Я сам видел, и причем некоторые, те, кто при мне покупал, считали себя очень верующими, часто ходят в церковь, ну и имеют хорошие средства для того, чтобы питаться. Так вот, чтобы во время поста питаться пищей привычной, они покупали из искусственного материала, там из растительного материала, похожие на вкус мяса какие-то продукты. И как бы мясо, которое ты бросаешь в воду, оно размыкает и становится похожим. Ну и котлеты какие-то. А вчера я по телевидению увидел вообще большую передачу, где рассказывают, что сейчас неотличимы, неотличимы по вкусу и по консистенции стали делать мясные продукты из растительного белка. То есть там соя, горох, они перечислили масло там какое-то, жиры, ну и красители, и какие-то вкусовые добавки. Вот, я верю, что такое может быть, и обмануть человека можно. И некоторые считают, что даже нужно. Потому что таким образом они дают хорошее питание человеку, такое здоровое природное питание, из растительных веществ. и поэтому человек будет меньше страдать ожирением, якобы, и страдать всеми другими проблемами, связанными с мясом. То есть тенденция-то идет, разговор-то идет не о том, чтобы мясо сделать, как будто это горох или, значит, соя. А наоборот, в обратную сторону. И, в общем-то, другие ученые говорят о том, что это неправильно. Что поддельное питание, прямо вот я читал некий такой отчет, что ли, нашего Минздрава за 19-й год, который вообще показал, что 65% заболеваемости в стране от неправильного питания у нас. Представляете? А мы говорим от коронавируса. Большая заболеваемость и смертность. От поддельных товаров пищевых, я вас уверяю, как заболеваемости больше, так и смертности, чем от коронавируса. Потому что всякие раки желудка, рак кишечника у нас, кстати, на втором месте по смертности населения, рак кишечника. На первом все-таки сердечно-сосудистый. Но, правда, сейчас говорят, что в некоторых регионах нет. Сердечные стали меньше, а вот рак кишечника на первое место выше. В общем-то, я не думаю, что это вообще какая-то большая разница. Потому что деятельность сердца и развитие его заболевания точно так же зависит от кишечника и точно так же зависит от питания. Потому что тот, кто думает, что слабая мышца у сердца от того, что оно не напрягается, его надо почаще напрягать, бегать там и все остальное, или слабые сосуды у него от того, что он не перекачивает много крови, то диетологи, нутрилологи, вот как у меня, Ксения, стало, это те, кто диеты с медицинской точки зрения понимает, питание понимает. Они вам скажут, что не и сердце, и сосуды, и мышечные заболевания. И большинство из остальных заболеваний зависит от правильного питания. Ксения, у меня вообще начинает все заболевания рассматривать с точки зрения анемии. то есть, надо сначала определиться, есть у вас анемия или нет, а уже после надо разбираться, а как к вам пристало это заболевание, которое у вас. Оно пристает, когда анемия появляется, почти любое заболевание. Ну, сразу иммунитет меняется, и он уже не срабатывает так, как нужно. Так вот, какая проблема в искусственном питании? Почему оно не подходит в поддельном питании? Давайте так, потому что искусственное это что-то другое. А проблема очень простая. У нас все пищеварение строится на ферментах. Нет, оно строится и на других веществах, но ферменты главные, можно так сказать, пищеварения, потому что ферментация пищи у нас происходит на всем протяжении попадания ее в организм. И больше того, я, например, однажды разговаривал с кандидатом наук кубинцем, который, будучи кандидатом наук, кушал, ну, в своем кругу, пищу руками, как и на самом деле большинство стран на планете, население на планете, так это и делает. Либо руками, не, ну, наверное, теперь китайцы все стали палочками есть, и поэтому их больше стал. Так я его спрашиваю, слушай, ну, ты цивилизованный человек, ты в Москве, это кандидат наук, а что же ты не вилкой кушаешь? А он мне говорит, а вот в кончиках пальцев, значит, есть выделения, которые дают ферменты для пищи, они уже помогают пищеварению. И там, где вот питание руками, у людей меньше якобы заболеваемости от пищи. Кроме того, говорит, вы же не можете вилкой узнать, а какой температуры эта пища, а рукой вы всегда определите, а горячее питание, слишком горячее питание. Одна из значит провоцирующих средств рак горла, рак языка, вот, ну и наверное рак желудка. Так вот, ферменты у нас определяющая часть нашего пищеварения, они помогают в двух значит составляющих. Во-первых, они снижают температуру реакции, которая происходит в переваривании пищи. Если бы не было ферментов, то мы каждый кусок там, у нас бы все вот это кипение. Кто пробовал, например, перекись водорода закоповки в ухо, например, как она там нагревается, вот идет тот самый процесс, который у нас идет в кишечнике, в желудке прежде всего, при переваривании пищи. Так вот, часть ферментов снижает эту температуру, и чем они эффективнее работают, тем эта температура комфортнее, и пища не вредит нашим внутренним органам. Но это одна такая, не самая большая часть деятельности ферментов. Самая большая их часть это помощь в разложении пищи. В разложении. Ну, кстати, ферментации так, в общем-то, и переводится, что это разложение. Разложение и я не буду вам перечислять все виды таких ферментов, это почти невозможно, тем более мне, но я вам только скажу, пять тысяч ферментов уже писала наука внутри нашего организма. И начинаются они действительно как с кончиков пальцев, так в слюне в значит слизистой оболочке, в желудке, в тонком кишечнике и в толстом, где уже огромное количество бактерий, всяких грибов, плесени всякой у нас, четыре килограмма у нас этих живых организмов, которые помогают нам ферментировать пищу, переваривать, то есть ее разлагать. Так вот эти все части пищеварения, они во-первых наполнены разными формами ферментов, органы выделяющие ферментов это основные, ну как вот щитовидная железа, ну поджелудочная железа, значит желчный пузырь, сам кишечник, стенки желудка, здесь вот слюноотделение, оно начинается у нас, как только мы почувствовали какой-то запах и уже пошла ферментация. Вот это все вот весь процесс, конечная цель этого процесса, чтобы в кишечнике пища разложилась до стадии всасывания в кровь, перехода в кровь. Какая-то часть пищи, жиры, например, они прямо идут в кровь, они сразу идут и к сердцу они идут, поэтому опасны вообще поддельные жиры, вот, или жиры, о которых и пища, о которых мы думаем неправильно. Потому что ферментация начинается с распознавания питания пищи. То есть вы оценили глазами, если вы незрячий, вы оценили запахом, вы оценили руками, распознали, что это за пища. И как только вы распознали и сказали о, здорово, у вас началась ферментация. Если вы распознали курицу, у вас началась ферментация под курицу. Если вы распознали теленка, то под теленка. Если капусту, то капуста. То ферменты дается сигнал по всей цепочке. И уже загуляли там в самом низу бактерии, которые ждут. Ага, капуста придет. И мы будем сыты. Почему нам иногда так хочется? Ой, ел-ел, ну как хочется огурчика. Ой, ну просто не могу. Или там колбаски, да, вот кто-то там какое-то время воздержался. Ой, как хочется. А потому что там живут те, кто когда-то ее попробовал и они ждут. А когда еще? Они берут где-то в других местах что-то немножечко похожее. Но когда-то подо что они там родились, подо что живут, как мы здесь ждем, когда же на нас свалится благодать. Вот для них определенный кусок определенной пищи это и есть та благодать, которую они ждут. При этом 5000 ферментов обладают одной удивительной способностью, специфичностью воздействия. То есть один и тот же фермент не работает на разных продуктах. Нет, есть фермент, который мы считаем как бы для всех, там пептины, например, еще какие-то, они считаются главными и больше всего. Но те, кто знает эти пептиды, тот тоже знает, что они неоднообразны и неоднородны. Их огромное количество и каждый фермент это ключ к определенной молекуле. То есть именно он вскрывает эту молекулу для воздействия на нее кислот, витаминов, ну витамины тоже кислоты, вот, и так далее. То есть вот такая проблема. Добрый вечер. Гуляем? Вот я тоже гулять вышел. Дышите, дышите. Так вот, ключики каждой молекули разные. И когда вы распознали мясо, то там сразу организм подбирает ключи под мясо. Мясо курицы под мясо курицы. Мясо теленка под мясо теленка. Сало, все остальное, понимаете, вот вся эта система сразу, только вы еще почувствовали или глазами увидели, что вы этот продукт собираетесь кушать, она сразу готовится, как его переварить. И если обманом зрения и запахом вы не смогли распознать продукт сразу, то есть такая беда, что неправильная будет слюна не с теми ферментами. Ну а дальше практически нет распознавательной системы. То есть вот чувства они все у нас вот на первой этапе распознания продукта. И дальше все сигналы уже идут под тот продукт, который вы вдруг решили, что сейчас его съедите. И что получается? Что никакие ключики? ну нет, конечно, организм не может, он все равно будет воздействовать теми же самыми кислотами и так далее. Они конечно подразложат и все остальное, но они не смогут приготовить продукт для крови, который напрямую пойдет в действии в организме. И самое лучшее, что они смогут, они смогут отложить этот продукт про запас в жир в жиру он еще доделается, он там до, как говорится, созреет. И когда нужно затратить энергию будет, то из жира он уже возьмется. Но это уже не как питание для крови и для вашего здоровья и всего остального. Поэтому в поддельном питании и кроются огромные проблемы, огромная беда, что мы с вами видя в магазине сыр и думаем, что купили сыр на самом деле купили какие-то другие вещества, в том числе и растительные. Там сейчас разрешена добавка паулимового масла в это, там, соевых каких-то этих сыров и так далее. И некоторые сыры тут показали передачу пять сыров. Два сыра из пять и вообще не соответствует понятию сыр. Они еще-то из другого сделаны. А значит ваш организм принят как сыр. То есть нет, он их воспримет как сыр, но переваривать не сможет, потому что у него вот такой обман. И поэтому те, кто думает, что они в пост вот таким обманом смогут себя насытить, они порадуют тех, кто хотел мясного немножечко, вот этим поддельным мясом с этими добавками, они сильно ошибаются. они им ничего не дадут. И ничего не удовлетворится. Только вкусовые, только вот какая-то вот такая вот маленечко вкусовая, эмоциональная часть удовлетворится, что я вроде поел похожего на мяско, но это будет всего вред. Вот такой разговор. Так что здоровья вам и естественного питания, то есть кушайте то, что сразу распознаете. не думайте, что я за 30 рублей куплю 100 грамм сыра и это будет сыр. Лучше уж купите за 300 рублей 100 грамм сыра там раз в месяц, но это будет сыр. А за 30 рублей вы съедите то, что вам повредит. Поэтому вам здоровья, радости. Я пришел, тюрьму не нашел. В общем, я пошел. Аминь.